Вести Карачаева, Черкесия Президент Республики Абхазии Аслан Бжаня посетил аул Карапага Абазинского района. Руководитель республики встретился с педагогическим ученическим составом школы имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзимба. В школе провели открытый урок абазинского языка, где ребята рассказали гостям стихи и поговорки на родном языке. Ученики средней школы аула Карапага также подготовили небольшую концертную программу для гостей из Республики Абхазия. Ребята представили гостям театральные постановки, танцы и песни. Впечатления от визита самые радушные. То, что я сегодня увидел, вселяет уверенность в наше светлое будущее, рассказал президент Республики Абхазии Аслан Бжаня. Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую влияние в сердце каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Очень важно, чтобы наше общение было более интенсивным. Очень важно, чтобы мы чаще бывали в домах друг друга. Очень важно, чтобы с измальства наши дети понимали, что мы представляем один народ. Мы представляем один нас неразрывное общее будущее. И над этим, конечно же, будем работать. Огромное количество вопросов решить, которые нам еще не удалось. Я понимаю это, но это связано с тем, что есть определенные предпосылки, определенные обстоятельства, которые не созрели должным образом. Но все, что связано с тем, чтобы наше общение было более интенсивным, это будет на правилитете. И эти вопросы мы будем решать. В течение трех дней 9, 10 и 11 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Думы муниципального образования Черкеска. Двухдневное голосование 10 и 11 сентября ждет жителей Карачаево-Черкесии на выборах депутатов Думы Карачаевского городского округа, а также советов Абазинского муниципального района, Карапакского и Эльбурганского сельских поселений. В остальных муниципалитетах голосование пройдет в течение одного дня 11 сентября. В единый день голосования 11 сентября в республике пройдут 43 избирательные кампании, в ходе которых будет замещен 461 депутатский мандат. Жителям Карачаево-Черкесии предстоит выбрать депутатов ряда сельских поселений от Гехабльского, Абазинского, Зеленчукского, Малокарачаевского, Ногайского, Урупского, Узжигутинского и Хабесского районов. Сделать свой выбор могут более 200 тысяч избирателей на 157 избирательных участках республики. С 9 по 11 сентября жители республики будут выбирать своих представителей в Городскую думу Черкесска и Карачаевска, а также в четырех десятках сельских советов. На этих выборах, помимо наблюдателей от партии и кандидатов, за порядком в ходе голосования будут следить эксперты общественной палаты, которые будут представлены на всех избирательных участках на территории региона. Комментирует информацию руководитель группы подготовки наблюдателей общественного штаба Евгений Жидяев. Основная работа была направлена на обучение наблюдателей, их формирование. Я думаю, в полном объеме мы с этой задачей справились. Мы распределили каждый из экспертов по городам, районам, с кем будем проводить обучение. Лично я участвую в обучении наблюдателей в Ногайском, Адыхабайском, Зеленчуцком, Урубском муниципальном районе. В этом случае сказать, что были новые какие-то аспекты в обучении, были добавлены другие формы обучения. В электронном виде это было все преподнесено. И я с уверенностью могу сказать, что наблюдатели наши готовы к проведению выборной кампании. Мы должны участвовать, наблюдатель не только как наблюдатель, но он должен участвовать в том, чтобы было большее количество избирателей, которые придут на избирательный участок. И в этом направлении надо, наверное, прилагать большее усилие, чтобы потом сам избиратель не говорил, почему избрали того или не этого кандидата, того или другого кандидата. Поэтому здесь, чем больше придет на избирательный участок избирателей, тем будет существеннее, будут весомые эти выборы. В Карачаево-Черкесии наградили отличившихся работников финансовой сферы. Вчера в региональном правительстве прошло торжественное мероприятие. Почетными грамотами Министерства финансов Республики за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем финансиста наградили 27 специалистов финансовой сферы, которые внесли неоценимый вклад в устойчивое развитие финансовой системы Карачаева-Черкесии. Напомню, в этом году отмечается 220 лет финансовой системе России. Министерство юстиции России также отмечает 220 лет со дня образования ведомства. В Черкесии прошло мероприятие, посвященное этой дате. В этот день отличившихся сотрудников и ветеранов управления отметили различными наградами. Подробности сообщила руководитель управления Минюста по Карачаево-Черкесии Зухра Алчакова. Изменения были, конечно, колоссальные. У нас впереди еще много работы. В этом мне помогает мой коллектив управления Минюста по Карачаево-Черкесской республике. Грамотные специалисты, эксперты, высококвалифицированные. Это моя гордость. Хочется пожелать коллегам, ветеранам юстиции, успешного преодоления трудностей, счастья, здоровья, любви, успехов, веру в будущее, веру в правое дело и всего самого наилучшего. Сельскохозяйственные товаропроизводители плодовой продукции республики приступили к сбору урожая. На сегодняшний день с площади 15 гектаров собрано 559 тонн яблок. Ожидаемый объем сбора в этом году почти 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 20%. К 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 гектаров, а также объема производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тысяч тонн плодов в год. В селе Курджиново Урубского района до 2025 года запланировано строительство газоразводящих сетей. Еще в прошлом году было начато строительство межпоселкового газопровода «Преградная Курджинова» в рамках реализации программы «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации республики. Проектирование газоразводящих сетей по Курджиново запланировано на следующий год, а строительство на 2024-2025 годы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоз птиц соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Об этом рассказала государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхоз птицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом пизотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурия, которые будут гарантировать их безопасность. В образовательных учреждениях Карачаева Черкесии, как и в стране в целом, в новом учебном году планируется запустить новые образовательные IT-проекты «Код будущего» для школьников и цифровые кафедры для студентов. Проект будет реализован при поддержке Минцифры Карачаева Черкесии. Он ориентирован на учащихся с 8 по 11 классы. В течение двух лет ребят будут обучать языкам программирования в офлайн и онлайн форматах. Уже в этом году присоединиться к обучению смогут более 100 тысяч школьников страны. К 2030 году обучение пройдут более 1 миллиона старшеклассников. Стартовал Всероссийский конкурс проектных команд в сфере туризма. До 20 сентября представители Карачаева Черкесии могут подать заявку на конкурс, проводимый в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победители получат удостоверение о повышении квалификации, путевку в Москву на церемонию награждения и шанс быть зачисленным в базу данных Национального кадрового агентства. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь 2 сезон». Победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и очном форматах на более чем 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом рассказал министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отмечить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Харача Черкесской Республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения, в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, незарегистрированных как некоммерческие организации, участники которых также могут принимать участие как физические лица граждан РФ. Более ста водителей общественного транспорта Республики привлечены к административной ответственности за различные нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Об этом сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Виктория Манушина. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений, среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24. В горах местами до плюс 17. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 24 градусов. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок – 8 878 2 26 36 32. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.